Арсен, как вообще вы расцениваете свое появление в национальной сборной страны? И было ли у вас уже давно с Черчехом, с Рябаченко, о том, что они вот в вашей группе рассказали? Ну, конечно, очень горд появлением в сборной. Это, можно сказать, мечта, тем более чемпионат Европы. Так что я очень горд и рад. А насчет личного флера, такого еще не было, но все мы понимаем, что надо сойти к первым матчам в оптимальной форме, но мы к этому готовимся. Все вопросы? В общем, да, Арсен, последние несколько месяцев в вашей жизни так кардинально поменялось. Как эти примерные расцепи? Да, спокойно. Это футбол, все время показывает хорошую игру и все идет вверх. Поэтому это моя профессия и я спокойно к этому отношусь. Как старшие сборные? Еще раз. Старшие сборные как вы? А, да, отлично. Все поздравили с вызовом Артема Дюбину и все поздравили. Так что все хорошо. Кричит очень хорошее. Тебе сейчас 17 лет. В Австрии, получается, как раз будет день рождения. При этом сборные есть люди, которые на 20 лет старше. Юрий Жирков, например. Как вот общение с ним происходит? Это на вы, на ты? То есть, может быть, как-то стеснялся сначала подойти? Или наоборот, раскрепощенно? Вот такие моменты у них? Не, ну, конечно, да. Сначала, в принципе, было такое немножко волнение, как все пройдет. Вот, и, да. И так сначала на вы, но, в принципе, спокойно в процессе работы. Уже привыкли. Уже на ты перешли? Да. В чем? Сам вчера, ты в первую сторону сборных? Какие впечатления, скорости, впечатления? Ну, конечно, да. То есть, совсем другой уровень. Все быстро, интенсивно. Но быстрее, конечно, я стараюсь адаптироваться. Все. Второй день Мэйк привел. Я думаю, через время я уже спокойно адаптируюсь. Буду, думаю, на таком же уровне. Все, как подрешу, рассказал, что молодым ни в коем случае нельзя тренироваться спустя рукава. Вообще, как ощущаешь тренировки? И получается ли немножко отдохнуть? Не, ну, конечно, спустя рукава никто, я думаю, даже никто не тренируется. Поэтому, а я тем более молодой, мне в два раза больше надо работать. Это все понятно. Вот, а так, ну, работа очень интенсивная и тяжелая сейчас. Арсен, добрый день. Перед вами стоял выбор играть за главную команду России, либо за главную команду Армении. И что в контексте этого выбора стало ключевым в пользу сборной России? Ну, да, в последние полгода было два предложения. Ну, я поехал в молодежную сборную, отыграл Евро. И меня сразу же в основном вызвали. Поэтому все так быстро произошло, что мне даже, ну, выбирать не пришлось. Включевой момент – игровая практика, да? И перспектива сборной главная. Да, конечно, ну, да, я надеюсь помочь сборной. Возможно, через время прииграть. Спасибо. Арсен, ну, ты прекрасно, наверное, знаешь, что Сталислав Черчесов молодых вызывает в первую очередь для того, чтобы они почувствовали атмосферу сборной, почувствовали те требования, которые тренерский шкаф объявляет. Вот, и тут еще далеко не факт, что попадешь в заявку и сыграешь. Сам вообще как к таким вещам относишься? Насколько важно тебе вот прочувствовать эту сборную и свои шансы, как оцениваешь, попасть вообще в заявку на Евро? Не, ну, конечно, да, ну, я считаю, это большой опыт, то, что меня вызвали, даже если не возьмут, ну, в любом случае, я хотя бы 10 дней пройду в сборной, пойму, что тут, какой уровень, что требует. Вот, поэтому, я считаю, это все в плюс мне, я получаю опыт, вот, а насчет шансов, ну, почему нет, посмотрим, я буду работать, там уже как тренерский штаб решить, так и будет. В сборной больше всего сейчас общаетесь, есть ли кто-то в сборной за игроком, кто вызывает у вас какое-то наибольшее уважение? Да, я всех в сборном уважаю, то есть, большие игроки тут собраны, поэтому всех в сборной я уважаю, а насчет общения, наверное, мы с более младыми, с командой, с нами, конечно, ровные будут. Еще парочку, я интересно, как молодых принимают на ребят постарше, мы об этом немножко уже спросили. Артем Дзюков, как там, команды, он, ну, известно, что он может как-то там подсучивать или наоборот как-то серьезно там подойти на этот совет. Уже с ним как-то поговорил, может быть, он тоже там подсучил или наоборот там подошел первым, там, кто-то подсказал, как вот с ним? Ну, первый раз он подошел, сразу меня поздравил с вызовом, а так в процессе у него все серьезно, как вот там толку не пошутишь, а в быту, да, Артем шутит, атмосфера такой себе хорошая, поэтому шутки уже оценим. Если попадешь в заявку и сыграешь за сборную, кажется, ты сможешь обойти Игоря Акинфеева как игрока, установившего такой своеобразный рекорд, сыгравшим самым молодым за национальную команду. Для тебя это как бы цель вообще или нет? Не, ну, конечно, цель попасть, ну, такой турнир большой, поэтому, да, вот эта цель, но насчет этого рекорда, ну, не думаю, я даже не знал об этом рекорде, поэтому к этому спокойно отношусь. Заключительный если есть? Скажи, пожалуйста, случается ли у тебя вот обстрагироваться от такого внимания, то есть сейчас, если зайти в новости о сборной России, пишут, естественно, ну, обыгран Дюбин, там много всего, и потом найдешь ты. То есть ты самый молодой игрок нынешнего команда, тебе говорили весь сезон, как человек, который вышел и начал тащить Динамо. Как у тебя получается абстрагироваться вот от этого, и, в принципе, не давит ли на тебя такое вот внимание со стороны прессы, болельщиков, вообще-то? Говорил ли об этом, может быть, с ребятами постарше? Да, ну, нет, так, спокойно к этому отношусь, но это всегда так бывает, что и пресса, и что это такого, у меня такая профессия, после матча что-то сказать и так, поэтому это спокойно все. А так стараюсь, ну, по большей части СМИ так много не читать, там максимум, что мне там скинут, я почитаю, а так, прям, чтобы я все читал о себе, нет такого, поэтому спокойно.